Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Михаэль Вальгемут, немецкий художник-гравер, которым руководил мастерской в Нюрнберге. Он наиболее известен как учитель молодого Альбректа Дюрера. Важность Вальгемута как художника основывается не только на его отдельных работах, но и на том факте, что он был главой большой мастерской, в которой многими различными направлениями изобразительного искусства занимались большое количество учеников-ассистентов, включая Альбректа Дюрера, который прошел у него обучение между 1486 и 1489 годами. В его ателье были выполнены большие алтарные изделия и другие священные росписи, а также ретаблицы из искусственно вырезанного раскрашенного дерева, состоящие из объемных предметов в горельефе, богато украшенной золотом и краской. Вальгемут был лидером среди художников, возрождавших стандарты немецкой гравюры на дереве до времени. Изготовление гравюр на дереве было значительной частью работы мастерской, блоки вырезались по эскизам Вальгемута. В основном они были сделаны для того, чтобы снабдить многочисленные издательства в Нюрнберге книжными иллюстрациями, причем наиболее привлекательные также продавались отдельно. Гравюры художника на дереве следовали достижениям гравюры, изображая объем и затенение в гораздо большей степени, чем раньше. Многие из них отличаются энергичностью и умной адаптацией к особым погрешностям техникой гравюры на дереве. Тем не менее, они очень часто раскрашивались вручную, до или после продажи. Его ученик Дюрер должен был развить и настолько превзойти его достижения, что это часто выпускается из виду. Картина Вальгемута демонстрирует фламандское влияние, и он, возможно, путешествовал по Фландрии, современной Бельгии и прилегающие районы. Я цитирую Википедию. Вальгемут тренировался у своего отца, Валентина Вальгемута. Был помощником Ханса Блейденвурфа в Нюрнберге. Работал в Мюнхене в начале 1471 года, покинув город после безуспешного судебного разбирательства с дочерью Миленскирхера за нарушение контракта, утверждая, что она разорвала их помолв. Затем он вернулся в мастерскую своего покойного отца в Нюрнберге, которую после смерти Валентина Вальгемута содержала его мать. В 1472 году женился на вдове Лендервурфа и возглавил его мастерскую. Ее сын Вильгейм Лендервурф работал помощником, а с 1491 года партнером Вальгемута. Самой ранее известной работой является «Ретабль», состоящий из четырех панелей, датированной 1465 годом, ныне находящейся в Мюнхенской галерее. Декоративное произведение исключительной красоты. В 1479 году он написал роспись главного алтаря в церкви Святой Марии «Свинкаут», которая существует до сих пор. Получив за это крупную сумму в 1400 гульденов, одной из его лучших и крупнейших работ является большой стул, расписанный для церкви монахов августинцев в Нюрнберге, ныне переданный в музей. Он состоит из множества панелей с фигурами местных почитаемых святых. В 1501 году Вальгемут был нанят для украшения ратуши в Богославе большой серии картин. Некоторые из них на потолке выполнены на панелях, а другие на стенах тонко раскрашены темперой на холсте. Как художник-портретист он пользовался большой репутацией, и некоторые из его работ этого класса вызывают восхищение своей реалистичной энергией и тщательной отделкой. За пределами Германии картина Вальгемута немного чиста. Умер в Нюрнберге в 1519 году в возрасте 85 лет. Вот так Фрацци из Википедии переводной о Михаэле Вальгемуте, немецкий художник и гравер, который руководил мастерской в Нюрнберге. Наиболее известен как учитель молодого Альбрехта Дюрера. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok